Хоп, всем доброе утро! Уже где-то месяц эта книга находилась у меня на руках. Никак не получалось провести презентацию. Ну вот, суть данной книги, автор данной книги Йона Бергер, это мужчина, сразу говорю, молодой профессор, более десяти лет он посвятил изучению вирусного контента. Хоп, вирусный контент — это то, что быстро обретает популярность и становится модным среди людей по всему миру. Вот он, здесь представлен график. По-моему, эта картинка уже была у Павла на презентации. Вот Google всем в помощь. Хоп, более десяти лет он занимался изучением всех видов вирусного контента, начиная от музыки, заканчивая одеждой, тенденциями, стереотипами, почему они обретали популярность. И он научным путем выявил шесть принципов, которые лежат в основе всего вирусного контента. Можно назад? Назад. Отличный факт приносится в начале книги о личных рекомендациях. Очень удивительен тот факт, что социальные сети, которые популярны сейчас в 21 веке, несут в себе всего лишь 7% влияния на конечное решение о покупке. Всего лишь 7%. И 20-50% зависит от живых рекомендаций, то есть от рекомендаций наших друзей, родных, родственников, знакомых и близких. Например, когда я в Алифе или в офисе или в магазине принимаю клиента, то часто слышу от клиентов, что они услышали про наш банк, про нашу компанию от своих знакомых. Это, по-моему, в 70% клиента отвечает на этот вопрос именно так, что они услышали от знакомых, что знакомые, амкуро, сотрудники на работе, друзья, соседи, они воспользовались нашими услугами, и поэтому они тоже пришли и решили взять у нас кредит. Вот примерно так, да. Первое из этих шести правил, из шести фундаментальных – социальная валюта. Социальная валюта – это те предметы, те атрибуты, благодаря которым люди становятся важными в обществе, можно так сказать, или уникальными. Например, история, которую ты рассказал друзьям, и эта история оказалась смешной, и вы все повеселились – это и есть социальная валюта. То есть мы хотим выделяться, это наша природа. И это одно из главных, что лежит в этих шести правилах. Триггеры. Триггеры по психологии – это те раздражители, которые у нас находятся в окружающей среде, которые напоминают нам о чём-то. Например, сидя в шумном помещении и слыша шум, вы можете, ну не знаю, домохозяйки могут вспомнить о пылесосе, могут вспомнить, что у них сломался пылесос, и что им нужно купить пылесос. И вот этот зелёный цвет, опять же, у клиентов, я слышал, что именно вот этот зелёный цвет, которым окрашен наш офис, очень необычный зелёный цвет, как они говорят, он напоминает им об Алифе. Действительно, это есть наглядный пример Триггера. Также в этой книге приводится пример, как автор книги вместе со своими друзьями поехал отдыхать в горы. На второй день похода, когда они ходили пешком по горам, они увидели группу туристов. Вместо туристов, которые проходили мимо, вместо того, чтобы рассуждать о природе, рассуждать о отдыхе, о том, что у них вокруг, оказывается, на самом деле говорили о пылесосах. Находясь там за сотни километров от города, туристы говорили о пылесосах и о чём-то бытовом. Это есть Триггеры, то есть мелкие напоминания, которые напоминают нам о чём-то ещё. Есть такой пример. В 1997 году, до 1997 года продажи компании, кондитерской фирмы Марс, не были столь велики. Но в 1997 году НАСА запустило проект по собиранию почвы с планеты Марс. И благодаря этому продажи кондитерской компании взлетели. Это есть наглядный пример Триггера. Хоп, эмоции. Эмоции — это одно из самых главных в этих шести правилах, которые вывел Йона Бергер. Эмоции у нас бывают и положительные, и отрицательные. Недавно учёные, проведя исследование, установили, что как и положительные эмоции, так и отрицательные эмоции влияют на решение о покупке. Например, 20 негативных отзывов о какой-либо книге на Амазон повышают её продажи. Это называется парадокс фидбэков, отзывов. 20 негативных отзывов. Да, это в среднем. Например, 20 негативных отзывов, наоборот, повышает покупку книги. Но позитивные эмоции котируются больше. На 16% больше. Есть вероятность у позитивных эмоций, что они будут популярнее, чем негативные. Это тоже природа человека. Нам не хочется рассказывать про то, как нам плохо, про то, как нам грустно. В основном, чтобы, опять же, если возвращаться к социальной валюте, если мы хотим казаться лучше в глазах других людей, мы должны нести позитив. И во всех, в любом месте позитивные люди, они более популярны, и с ними лучше, приятнее общаться, чем с людьми, которые носят негатив. В ситуации с продажами и с вирусным контентом это то же самое. То же самое правило. Хоп, общество. Мы сам, мы человек, создание социальное. Мы все привыкли жить в обществе. Каждый помогает друг другу. Кто-то плотник, кто-то художник, кто-то строитель, архитектор. Здесь то же самое. Общество. В обществе есть один очень важный момент. Это фактор подражания. Фактор подражания, опять же, на нашем примере, сидя в магазине, например, 3-4 человека у нас стоят в очереди. Я консультирую первого клиента и общаюсь с ним. Но и в конце консультации я прошу оставить номер телефона. Он на это соглашается. Те люди, которые стояли в очереди, второй, третий, четвертый человек, он видит, что этот человек оставил свой номер телефона. И уже на 90% большая доля вероятности, что человек, который также стоит в очереди, он оставит свой номер телефона, потому что он увидел, как это делают другие. В конце 90-х годов, когда Стив Джобс хотел презентовать супермощный ноутбук от Apple, он ломал голову над тем, на какой части ноутбука расположить свой логотип, поставить его лицом к человеку, который пользуется ноутбуком, чтобы когда он его открывал, он видел этот логотип. Или наоборот, перевернуть логотип и сделать так, чтобы когда человек работал за ноутбуком, другие люди, которые окружают его, видели этот логотип в правильном виде. И они пришли к выводу, что логотип нужно поставить именно так, чтобы окружающие люди видели логотип полностью правильным, не перевернутым, а наоборот, его главной формы. Это опять же подражание. Пока человек не увидит, как другой делает что-то, он не начнет это делать. Но если кто-то начинает делать какое-то действие, то нам обязательно тоже захочется это попробовать. В этом и суть общества. Хоп. Есть компания, фирма одежды, Бербери, есть компания Apple и есть Microsoft Hotmail, который сейчас называется Outlook, принадлежащий Windows. Windows в конце 90-х годов, опять же, когда Microsoft Hotmail появился, на дне почтового ящика они писали, что отправлено с Hotmail, что производится Hotmail. Бербери, фирма одежды, если вы заметили, сбоку у них вот именно вот эта полоса, которая напоминает о Бербери, находится сбоку, чтобы люди, которые, окружающие люди, которые ходят вокруг, чтобы они видели вот эти логотипы, чтобы они видели, что такое Hotmail. И третья — это компания Apple. Со всех айфонов, когда вы отправляете смс, написано, что отправлено с айфона. Это, опять же, тоже воздействие на нашу психику и на нашу социальность. Практическая ценность. Хоп. В данной книге приводится пример о пенсионере, об американском пенсионере, который всю жизнь прожил на ферме, который питался кукурузой, абсолютно все виды кукурузы, в любом виде поел уже кукурузу и знает ее наизусть. У его семьи была плантация кукурузы, они собирали эту кукурузу. И однажды, вот уже он в преклонном возрасте, к нему приехала невестка с его сыном. И он показал невестке, как нужно очищать кукурузу от кожуры. А то те, кто ели кукурузу вареную, жареную, могли заметить, что там остаются волокна от кукурузы. Он показал ей этот пример. Лайфхак, как он сейчас называется, 4 минуты всего лишь составил, он очень быстро ее почистил, и его невестке это понравилось. За 4 минуты он показал, как очень быстро очистить полностью всю кукурузу. На следующий день невестка сняла это видео и отправилась своей сестре, которая живет за границей. И так получилось, что когда они выложили это видео в YouTube, это видео обрело огромную популярность. Почему? Потому что оно было коротким, оно содержало в себе эмоцию, оно содержало в себе историю, и самое главное, тоже очень главное, содержало в себе практическую ценность. То есть оно было полезным. Практическая ценность – это одна из причин популярности лайфхаков. Лайфхаки могут быть 15 секунд, 20, 30 секунд, минуту, 5 минут, но они несут в себе практическую ценность. Зайдя на YouTube, вы можете увидеть сотни каналов, люди, которые специализируются именно на лайфхаках, и получается, что именно вот эта практическая ценность делает этот контент популярным. В случае с Алифом лайфхак, ну, практическая ценность – это наши услуги, это то, что предоставляет Алиф, кредиты BFUIS, как клиенты говорят, нам просто нужно до них правильно доносить, что такое BFUIS и комиссия. Практическая ценность – это именно те наши услуги, которые мы можем предоставлять клиентам. Хобби-истории. Реклама. Реклама, говорят, двигатель продажи, но в рекламе мы чаще всего слышим о том, что данный товар, например, iPhone, это самый лучший, лучше него ничего нет. Обычно реклама трактуется именно так, что это самый лучший бренд, например, Tide. Постоянно рекламируют порошок Tide, и там говорится, что это самый лучший порошок, и что он белее всего на свете, но мы на подсознательном уровне не верим этой рекламе на 100%, потому что оно уже сразу вызывает недоверие, потому что оно позиционирует себя как лучше всего, лучше, чем его аналоги. Самореклама, то есть истории. Самореклама – это истории, которые знакомые друзья передают из уст в уста. 70% истории, например, если я расскажу историю Кибрио, а Павел будет десятым человеком, кому она расскажет историю, эта история на 70% изменит свой вид. Это как игра в глухой телефон, но суть этой истории останется такой же. Если наш сервис будет на высоте, неважно, кто его обслужил, неважно, где его обслужили клиента, клиент может ошибаться в каких-то деталях, но спустя год, спустя два года, если он однажды воспользовался нашими услугами, он все равно будет доносить до людей суть. Доносить суть в чем? В том, что Алиф действительно отличный, что Алиф отличается от других компаний. В этом есть самореклама. Это реклама, которую делают сами люди. И последнее, это меньше сухих фактов, больше истории, наполненных эмоциями. Если мы собираемся доносить до клиентов, до нашей аудитории какую-либо информацию, желательно минимизировать цифры, желательно минимизировать какие-то слова из каких-то направлений и больше сделать акцент на истории. Опять же, те примеры, которые были сейчас до этого, они здесь собираются воедино, и получается, что эмоции мы должны вкладывать в истории, и чтобы эти истории доносились до клиента и делали своего рода саморекламу. На этом все.